Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена приветствует вас на сайте. В первом полугодии 2022 года цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждые субботы и воскресенье. 15.30 по субботам курс нутрициологии. Лекция читает Украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. В 15.30 по воскресеньям курс лечебное питание природы для восстановления здоровья. Научный руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 16.00 курс врач инфекция лицом к опасности. Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.30 курс по кардиологии. Учитает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопрос электрон». 17.00 курс актуальные вопросы от ариноларингологии. Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 17.30 курс актуальные вопросы неонатологии. Читают Андрей Леонидович Заблакников и доцент Дементьев Александр Анатольевич. 18.00 курс нефрологии. Научный руководитель Мальцев Станислав Викторович. 18.30 объединенный курс «Неврология для педиатров». Читает Валерий Петрович Зыков и курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. С нами всегда просто и удобно. 19.00 курс по общей врачебной практике. Читает Стримохов Анатолий Анатольевич. 19.30 курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. 20.00 по воскресенью курс «Живые легенды». Уникальное интервью с корифеями медицины. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера «Ассоциации педиатров» на сайте www.edodefispediatrics.com Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru До встречи в выходные! Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Сирано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Сирано»? «Сирано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш Сиранон. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы разберем применение мануальной терапии при некоторых заболеваниях. Показания очень широкие для мануальной терапии. И все их не расскажешь, но основные какие-то заболевания мы с вами коснемся. Но прежде всего это современные проблемы, это головная боль мышечного напряжения. Какие провоцирующие факторы? Это, конечно, эмоциональный срез. Поэтому я сказал, что это современные проблемы, связанные с сегодняшней ситуацией. Это коронавирусные инфекции, карантин. Поэтому это институционное обучение. Это страх за свои болезни, заразиться. Это все, конечно, мы переносим в свой эмоциональный стресс, который может привести головная напряжение. Кроме того, это длительное мышечное напряжение. Что я уже сказал, что большое количество времени дети проводят за компьютером в домашних условиях или в школе. Кроме того, какие еще факторы провоцируют головную боль напряжения? Это невротические расстройства, депрессивные расстройства. То есть масса причин, которые могут привести к головным болям напряжения. Таких больных, к сожалению, увеличивается количество. Они приходят к мануальному терапевту, в частности. Какие предъявляют жалобы? Это постоянные головные боли, давящие, сжимающие характеры. Наиболее часто в затылочной и лобной области. Ощущение, как виски стягивают как будто голову, да, клещи. Снижение памяти, быстрая утомляемость, повышенная раздражительность. Причин головных болей очень много. С чем надо дифференцировать головные боли напряжения? Это, конечно, смегрение, кластерные головные боли, пароксизмальное гемикронение и другими заболеваниями. Конечно, безусловно, в наше время, это уже аксиома такая, надо обязательно проводить диагностику. Конечно, здесь неврологическое обследование, прежде всего. Нейропсихологическое обследование и другие методы. И ДКТ, и МРТ главного мозга. Конечно, рентгенография и шейного отдела позвоночника. И проведение мануальной диагностики. Если требуется, и другие методы лечения привлекать для постановки диагноза и проведения диагностики. У этих больных при нейропсихическом, психологическом обследовании установлены эмоционально-личностные расстройства. Они отмечают апатии, депрессию, эмоциональная лоббийность у них наблюдается, снижение познавательной активности. При проведении мануальной диагностики у всех больных были выявлены в разной степени выраженности болевой и мышечно-тонический синдром, что сопровождалось ограничением активных и пассивных движений в шейном отделе позвоночника. Болезненный смес прикреплений шейных мышц к затылочным костям, наличие функциональных и органических блоков на разных уровнях шейного отдела позвоночника, что касается мануальной диагностики, которая подтверждает, что здесь головная боль мышечного напряжения. Поэтому таким больным, конечно, безусловно, мы можем помочь в комплексном лечении, применяя и мануальную диагностику. При мануальной терапии применяют приемы мобилизации этих мыслей, шейного отдела позвоночника и биодинамическую коррекцию. Курс лечения, как правило, составляет 8-10 сеансов. Лучше проводить каждый день. В некоторых случаях, если нет возможности больного или в каких-то силах каких-то других причин, можно через день. Но, как правило, в течение 10 сеансов удается добиться положительного эффекта. Что очень важно при головных болях напряжения. Лечение может проводить и должен проводить первоначально. Это мануальный терапевт, применяя, как правило, наиболее частые приемы мобилизации. Сюда входит и повторяющаяся мобилизация, просто изометрическая, антигравитационная. Что очень важно для мануального терапевта, для больного, он должен научить больного при этом, при некотором приеме, мобилизационном приеме мануальной терапии. Так называемая ауто-мобилизация. То есть, при простое проведение курса лечения, вы должны рекомендовать, и мы рекомендуем больным проводить определенные упражнения, используя приемы мануальной терапии. И в частности, ауто-мобилизации. И тогда больной, если будет проводить регулярно, а вы ему говорите, какая чистота, а иногда же во время рабочего дня, то, как правило, результат лечения продлевается довольно-таки долго. При необходимости можно повторять приемы мануальной терапии. То есть, он может к вам приходить, ну, обычно, хорошо, конечно, ну, 3-4 раз в год. При необходимости можно чаще или реже. Все зависит от результата вашего лечения. После проведения курса лечения, как правило, больные отмечают положительную кулиническую динамику. Это уменьшение или прекращение цифологического синдрома. Увеличение объема активных и пассивных движений в шее, на воде или позвоночнике. И регулировала и другая симптоматика, как правило. Улучшалось настроение больных, увеличилась двигательная и эмоциональная активность. Очень важно, чтобы этих больных отпускались рекомендации. И, конечно, здесь уже, наверное, может быть, на каком-то законодательном уровне, безусловно, надо вспоминать опыт в советское время, когда проводилось на рабочем месте занятие физкультурой. Проводилась такая всесоюзная такая. На протяжении 15 минут проводилась гимнастика. Это надо рекомендовать и в школах у детей. Потому что постоянное длительное напряжение приводит к появлению головных болей напряжения. Оно отмечается как у детей, так и у взрослых. Наиболее часто, так называемых, у белых и воротничков, которые целый день сидят у компьютеров. При каком заболевании у детей используется с успехом еще мануальной терапии? Конечно, это детский церебральный паралич. Частота встречаемости, то, к сожалению, не уменьшается. Что такое детский церебральный паралич? Какая его этиология? Это полиэтиологическое заболевание. И оно занимает первое место среди последствий перинатального поражения в центральной нервной системе. Причины заболевания могут быть на любом этапе беременности, родов, периода новороженности, внутритропная инфекция может быть, последствия травмы, нарушение церебрального спинального кровообращения, групповая несовместимость крови матери и плода, рейтинг-конфликт и другие факторы, которые могут приводить к развитию детского церебрального паралича. Из чего надо отходить? Опять же, с аксиомы. Надо прежде всего поставить диагноз. Для постановки диагноза используются следующие методы обследования. Это неврологические, в первую очередь, ультразыковое сканирование плода, динамическая нейросонография, компьютерная томография головного мозга, магнитно-резонансная токарапия и, конечно, мануальная терапия. С помощью этих методов можно точно прогнозировать не только само заболевание, но и отдельные его формы. Что было выявлено? Были выявлены при этих изменениях атрофические изменения головного мозга, множественная кислень, двухсторонняя пора энцефалии, поражение подкорков, образование мышечка. Кроме изменений центральной нервной системы, имеются патологии нервно-мышечного аппарата. Нервные волокна слабые или вообще немилиализированы. Отмечаются дегеративные изменения. Все это, безусловно, конечно, надо использовать и знать тоже эммануальную терапию. Какие формы в настоящее время классификации детского церебрального паралича? Они давно классификации, давно которые разработаны знаменитыми нашими неврологами Подоляной, Ливона Ганнесовича, Семенова и Ксения Александровна. Выделяют следующие формы. Это спастическая гипплигия, двойная гипплигия, гиперкинетическая формы, астонически-остатическая формы и гемипаридическая. То есть видите, как много форм заболевания. Может быть, я не буду останавливаться, так как более подробно на этих клинических формах даю, скажу общую информацию. При всех формах показана мануальная терапия. Но наиболее положительный эффект от мануальной терапии это будет показано, конечно, при спастической гипплигии. При остальных формах детского церебрального паралича безусловно, будут меньше выражений. Но самое главное надо учитывать противопоказания, о которых я скажу позже. Детский церебральный паралич, безусловно, здесь роль какая в мануальной терапии? Она должна входить в комплекс лечения. Современный комплекс в восстановительном лечении данной патологии включает в себя, конечно, медикаментозную терапию, ортопедические методы, ЛФК, мануальная терапия, хирургические методы лечения. Какое сочетание лучшее? Очень хорошо сочетается мануальная терапия с рефлексотерапией у детей с детским церебральным параличом, с массажем, с ЛФК, физиотерапевтическими методами. Но может соприменяться как самостоятельное, то есть это вы решаете каждый раз индивидуально. Как я уже сказал, при всех формах показанной мануальной терапии наиболее эффективно при спастической диапрегии. Но в некоторых случаях мануальной терапии будет являться и противопоказанием. Когда будет являться противопоказанием абсолютно? Это нарушение психики, это олигофрения в степени тяжелой дебильности, эмбицинность, идиотия. И, что очень важно, в клинике детского церебролеча часто встречается судорожный синдром или эпилепсия. то в этом случае мануальная терапия абсолютно противопоказана. Может быть, в редких случаях это индивидуальная непереносимость. То есть главное выявить, имеются ли противопоказания. При всех остальных формах вы можете применять, получая, конечно, разную степень положительного эффекта от используемых методов. Какой принцип? Конечно, мануальная терапия должна применяться в самые ранние сроки заболевания. Как только поставлен диагноз, угрожаемый по детскому церебральному параличу. Какое еще правило? Это уже из числа своего практического опыта. Лечение должно быть комплексным и в течение полутора-двух лет непрерывным. Наибольшего положительного кальнического эффекта удается добиться в течение первых двух-трех лет. В этот период мозга ребенка обладает наибольшей нейропластичностью и пока не сформирован патологический двигательный стереотип. В более старшем возрасте в дальнейшем эффективность мануальной терапии снижается. То есть, когда сформируется патологический двигательный стереотип устойчивый, когда образуется контрактура. Вот на стадии тугоподвижности суставов, вот тогда мануальная терапия показана. Какие неврологические синдромы вертепрогенной теологии мы имеем при этом заболевании, при которых показана эффективная мануальная терапия. У этих больных отмечается синдром длинных и коротких приводящих мышц ведра практически у всех. Это синдром ишокруральных мышц, большой грудной мышцы, мышечные тонические сгибатели рук, ног и передней грудной стенки. Вот здесь при этих синдромах показана мануальная терапия. Конечно, страдает и позвоночник. У этих больных можно отмечать функциональные блоки или более старшим органические блоки, то есть проводить диагностику и современно работать на позвоночный двигательный сегмент. Что клинически мы видим у этих больных? Я так подробно не буду останавливаться на всех формах, но, как правило, классические формы ножки с трещины стоят на носочках, отмечается тугу подвижность верностопных коленок суставов, функциональные блоки на уровне позвоночника, то есть клиника разнообразная. И очень много синдромов неврологических при коктожах показана мануальная терапия. Еще разберем одно из заболеваний при коктожах показана мануальная терапия, это сколиотическая болезнь. Это заболевание опорно-дивительного аппарата, которое характеризуется искривлением позвоночника во фронтальной плоскости в сторсе и позвонков вокруг своей оси, ведущая к нарушению функции грудной клетки и косметическим дефектам. Конечно, надо проводить диагностику с нарушением осанки. Главный клинический признак, который наблюдается при сколиотической болезни, это реберное дыхание при тяжелой степени сколиоза, реберный горб, асимметричное реберное выбухание в грудном отделе позвоночника, наличное мышечного валика в поясничном отделе позвоночника, очень важно, является следствием торсионной деформации позвоночника и разворотом вокруг своей оси торсии, так называемого, главного клинического признака сколиотической болезни. Когда определяется торсия, она выявляется при наклонной толщи вперед, выпрямленной в суставах ногами. Когда ребенок стоит перед вами спиной, вы просите его наклониться вперед, и вот эта ошибка, проводят профилактические осмотры детей, посмотрят, ребенок проходит перед врачом, повернули, ничего не увидели. Обязательно надо просить наклониться ребенка, когда он стоит к вам спиной, и обратить внимание, есть ли мышечный валик в поясничном отделе позвоночника. Обязательно надо повернуть ребенка к себе лицом и тоже попросить наклониться вперед. В этом случае вы можете тоже увидеть реберный горб. То есть вот эти два клинические признака наличия мышечного валика в поясничном отделе позвоночника, реберный горб, может вам подсказать, что здесь имеется сколиотическая болезнь. На что жалуются больные? Конечно, прежде всего на боли позвоночника. Как правило, диагностируется с 5-летнего или 6-летнего возраста. Как только вы заподозрили, как только вы увидели искривление позвоночника, с этого момента надо прибегать применять мануальную терапию в комплексе или в комплексе или можете самостоятельно. Главная задача это снятие болевого синдрома, мышечно-тонического синдрома, что очень важно, и восстановление функции позвоночника. И самое главное разгрузить позвоночник, снять болевой и мышечный тонический синдром. В этом случае основное ведущее будет, конечно, применяться приемы мобилизации на те группы мышц, которые влечены в патологический процесс. Кучаклину сколиозы делятся в зависимости от угла искривления. Какие? Это первая стадия до 10 градусов, вторая стадия до 30 градусов, третья стадия от 35 и четвертая стадия выше 50 градусов. Мануальная терапия, конечно, показана только первой, второй степени искривления. Если это выше 30 градусов, то это абсолютное противопоказание мануальной терапии. таких больных надо наблюдать длительное время. Особенно часто встречаются в пубертатном возрасте, когда идет интенсивное искривление позвоночника, деформация позвоночника, усиливается болевой синдром. К сожалению, Чаклин пишет, что если диагноз поставлен в возрасте до 5 лет, то деформация у детей наблюдается в 70% случаев. Если более старше в возрасте, например, до 10, то 58% случаев. А если старше 10 лет, то 40. То есть, видите, чем раньше дебютирует дебют заболевание, тем больше выражены деформации. Поэтому вы должны взять этих больных на диспансерный учет. Можете мануальную терапию проводить самостоятельно или в комплексе. Конечно, лучше в комплексе. Очень хорошо сочетаем с массажем, с рефлексотерапией, с лечебной физкультурой. Прибегает и медикментозная терапия. Поэтому вы можете применять мануальную терапию. И мы применяем как самостоятельно или в комплексе. До какого возраста? До окончания процесса окостенения это практически 27-28 лет. Дальнейшая мануальная терапия, как правило, можно уже и не проводить. Там уже ведется работа над косметическими дефектами. Изменилась тактика применения лечения этих больных. Если раньше больных фиксировали в корсетах, они проводили вообще сутками лежа, даже учились лежа, то сейчас тактика изменится. Подведили итоги, посмотрели, что это не приводит к положительному результату. Сейчас от этого отказались, от корсетирования, а прибегают, наоборот, рекомендуют заниматься водными процедурами, лечебной физкультурой, танцами, конечно, в пределах разумного. Поэтому современный комплекс детей с этой патологией включается и мануальная терапия. Главная задача поставить диагноз и провести диагностику. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok